трудно быть олигархом или потанин абрамович чичваркин фридман и джекма тоже плачет то что делает человека олигархом плутократом также может его и уничтожить так бизнесмену чичваркину давно уехавшего из россии заблокировали счет швейцарском банке роман абрамович попал под санкции и вынужден продать лондонский челси но пока даже не может это сделать все средства получены от продажи команды абрамович направит благотворительный фонд помощи жертвам событиям на украине клуб оценивается примерно в 2 миллиарда долларов абрамович купил челси 2003 за 140 миллионов евро пунктов и вложил около двух миллиардов усиление команды оформлялись эти вложения как беспроцентный займ сначала спецоперации на абрамовича оказывают серьезное давление от него ждали однозначного осуждения действия россии абрамович попытался выйти из положения передав управление клубом членов правления благотворительного фонда челси однако великобритании это было воспринято как уловка абрамович пытается продать также все свои виллы в англии застрявший в лондоне основатель альфа-банка фридман рассказал что ему не хватает денег даже на уборщицу после блокировки карт и заморозки счетов перед началом спецоперации состояние фридмана оценивалось 14 миллиардов долларов сейчас на бумаге его капитал составляет 10 миллиардов долларов при этом у бизнесмена нет никаких наличных денег 15 марта в великобритании вслед за ес вела против него санкции тогда основатель альфа-банка обнаружил что его последняя работающая банковская карта была заморожена я не знаю как жить дальше я не знаю я действительно не знаю сказал фридман по его словам он понял что евросоюз не осознает как на самом деле функционирует российская власть если цель санкции заставить олигархов оказывать давление на президента в нет них ник в нет нет смысла считает господин фридман а если представители есть считают что из-за санкции я смогу подойти господину путину и сказать ему чтобы он прекратил действия и это сработает то боюсь у вас у всех очень большие проблемы значит те кто принимает эти решения ничего не понимают том как устроена россия заявил бизнесмен благодарительная организация михаила фридмана genesis philanthropic group объявила о готовности пожертвовать 10 миллионов долларов фондом поддерживающим украинских беженцев михаил фридман попал в расширенный санкционный список евросоюза подконтрольные ему средства и активы и заморожены европейские контрагенты не могут работать с ним ни в какой форме кроме того бизнесмену запрещен въезд вес европейский союз санкции против предпринимателей объясняется в близости к владимиру путину который предоставил политическую поддержку альфа группу в осуществлении и планов иностранных инвестиций владимир потанин самый богатый бизнесмен россии состоянием около 23 миллиардов долларов он сыграл важную роль в разработке залоговых аукционов кредиты в обмен на акции с помощью которых планировалось передать активы страны частные руки потанин использовал эту схему чтобы завладеть природными ресурсами он один из немногих олигархов еще ельцинской эпохи который процветает и до сих пор он вместе путину часто играет в хоккей потанин сохраняет за собой крупнейший пакет акции норникеля одного из крупнейших мире производителя никеля палладии хотя в течение многих лет он и и спорил из-за собственности с михаилом прохоров в отличие от других олигархов связаны с кремлем не потанин его бизнес не попадают не попадают под действия западных санкций но в этом году его состояние сократилось примерно на четверть несмотря на то что цена на никель и палладий резко выросла одной из странных особенностей глобализации является то что автократии такие как россия и китай являются рассадниками миллиардеров какое-то время москва чеканила их больше чем любой другой город на земле теперь пекин шанхай и ченчжень даже опережает нью-йорк по количеству миллиардеров распад советского союза и открытия коммунистического китая сделали для сверхбогатый новый золотой век не меньше чем все технологические волшебства силиконовой долины первые годы свободного капитализма как в россии так и в китае привели к сдвигу в богатстве как от подлинного предпринимательства так как передачи госактива в частной руке ну возможно беспрецедентному в истории человечества и все же такие состояния могут падать также быстро как растут тот же коктейль оппортунизма и риска который порождает золотое но также делает их уязвимы это самый важный урок из 100 миллиардов долларов который согласно индексу миллиардов блумберг 20 самых богатых российских сфер богатых потеряли с начала года но это не уникально для россии китайские магнаты подчиняющиеся прихоти си дзяньпиня могли бы рассказать такие же неприятные истории если бы они как их российские коллеги не были вынуждены хранить молчание то же самое можно сказать и о саудитовских миллиардерах которые в семнадцатом году посадил в тюрьму мухаммад бин салман наследственный принц королевства первородный грех этих режимов изменчивые законы или просто беззаконие которые существовали когда рыночные силы были высвобождены в россии началось с приватизации середине 90 когда такие активы как норникель были проданы с аукциона за бесценок олигархи первого поколения обладали влиянием кремле в начале нулевых новая волна олигархов получала выгодные госконтракты сделка заключалась в том что пока они не вмешиваются в политику кремль не лез в их дела в китае используют пять цветов для описания происхождения олигархического плутократического богатства красный для коммунистической партии зеленый для армии синий для таможни белый для наркотиков и черный для черного рынка как говорит автор книги китайский клановый капитализм грязные деньги превратились в легкие деньги застройщики получали землю и доступ к кредитам от государства китайские технологические магнаты добившись собственного успеха такие как джек ма из али баба или баба и не связаны с ним пони ма из тэнсен также воспользовались несуществующим регулированием использовали свои собственные навыки для создания ослепительной цифровой до поле до поле эта ситуация при которой имеется только два продавца определенного товара не связаны между собой монополистическим соглашениях о ценах рынка сбыта квотах и так далее когда в двадцать первом году в китае начался антимонопольный блицкрик он возможно был экономически оправдан но в нем были и признаки политической венденте чтобы обойти автократов плутократы иногда пытаются заручиться пабли по поддержкой общества но это опасный гамбит так михаил ходорковский 2003 года провел десятилетие за решеткой за налоговые мошенничества джек ма из алебабы совершил ошибку приобретя статус рок-звезды как раз тот момент когда режим си дзиньпиня становился все более параноидальным по мнению джека ма технологический сектор слишком далеко отошел от основных ценностей коммунистической партии его стремление к финтеху представляло угрозу для госбанка самое грешное что она представляла соперничестве источник силы поэтому джек ма получил упрек со стороны партии теперь его редко можно увидеть на публике еще один потенциальный путь побега за границу в течение многих лет глобальный клуб сторонников состоящих из юристов прихлебателей помогал российским олигархам прятать свое богатство в офшорных налоговых убежищах и надувать свою репутацию то время как российские фирмы стекались на лондонскую фондовую биржу китайские предпочитали нью-йорк и гонконг часто используя сложные финансовые структуры которые позволяли им обходить ограничение китая на иностранный капитал но геополитика усложнила и это ответ запада на российскую спецоперацию заключался в том чтобы привлечь внимание к скрытому богатству олигархов включая яхты дома частные самолеты санкции наносят ущерб некоторым почти всем олигархам китай стал свидетелем того же нападения на хуавей своего гиганта телекоммуникационного оборудования это оставляет плутократам мало альтернатив кроме как подлизываться к правителям на родине чего бы этого не стоило но ничто похоже не положит конец золотому веку олигархов грядущий глобальный список богачей хюран будет включать на 200 миллиардеров больше чем год назад и достигнет нового рекорда значительно вырастет количество китайских миллиардеров многие однако отказываются от хвастовства ради новой черты смирение в китае самые крупные предприниматели почти никогда не выставляются на показ инстинкт выживания потанина также заключается в том чтобы особо не светиться и не высовываться он живет в собственном загородном клубе под москвой как он признался спрятавших о всех плутократе вообще является частым случаем олигархии режима при котором реальная власть находится у небольшого круга лиц например знати военной партийной верхушки либо родственник правильнее всего данный термин можно было бы применить государством который господствует высокий имущественный центр так для италии до 1912 года для российской империи вплоть до семнадцатого года но чаще он употребляется по отношению к государством где богатые классы не имея формальных преимуществ гарантированных законом фактически пользуются преобладающим влиянием на выборах и вообще на ход государственной жизни еще сократ считал плутократии государственный строй при котором должностные лица выбираются на основании имущественного ценз в настоящее время этот термин употребляется смысле осуждения в основном отношении стран государственного корпоративного капитализма иногда он употребляется наряду с термином денежная олигархия олигархи в русском языке термин плутократия имеет особо яркую негативную окраску так как интерпретируется как определенно относящийся к слову плут то есть мошенник ловкач хитрый человек плутократы будучи способными комбинаторами создатели пирамид финансовых схем позволяющих наживиться во главу угла часто ставят исключительно собственный эгоистический интерес пишите в комментариях что вы думаете о отношении олигархов санкции по поводу олигархов оставляйте свои комментарии подписывайтесь на канал и до новых встреч